Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. Во-первых, я хотел бы выразить вам мои заболевания по поводу потери бабушки. Это, безусловно, очень тяжелое событие для вас. И я полагаю, что в зависимости от того, какого вы придерживаетесь взгляда на экзистенцию, на жизнь после смерти и прочее, вам необходимо выработать какую-то позицию именно в отношении к тому, что произошло с вашей бабушкой, дабы это завершить. Ибо есть у меня такие подозрения, что вот вы эмоции свои не выразили, да, эмоции свои не выразили, не выплакали их, может быть, даже не прокричали. И это у вас осталось. Это у вас осталось. И оно ведь никуда не делалось. Понимаете? Оно никуда не делалось, и по-прежнему вас травмирует, скорее всего. Поэтому я полагаю, что начать здесь нужно именно с возможного отдыха, с возможного такого перерыва в вашей деятельности и в последующем обязательно выражением своей скорби по поводу потери бабочки, потому что это, безусловно, очень травматичное событие. Я бы хотел, чтобы вы это понимали. Ну, то есть вы понимаете это, безусловно, то, что это ужасно и невообразимо, но то, что это нужно выплакать, возможно, нет. Значит, что происходит? Часто люди могут испытывать трудности в связи с потерей близкого родного человека из-за, например, чувства вины, из-за привязанности к человеку. Ну и, в общем-то, там может быть довольно много всевозможных причин, по которым, может быть, это трудно переживать. Я сейчас не буду все это перечислять, но, на мой взгляд, причины эти есть, они могут быть, вот, и, соответственно, их нужно разобрать, оберегательные. То есть необходимо понять, что именно с вами происходит, что именно, какие именно трудности испытываете вы, именно в этом контексте, в контексте потери бабочки. Вот, это что для вас тяжелее всего, далось в этой ситуации. И, соответственно, это необходимо вам выговорить, проговорить, и в обязательном порядке обсудить и подкорректировать с психологом, значит, ну, там, с помощью различных методик и подход проблем. Вот. Это первое. здесь возможно экзистенциальная терапия, здесь возможно когнитивная терапия, здесь возможно психоаналитическая, значит, психоаналитический подход. Вот. И, значит, возможно, анализ взаимодействия, ну, методов, в принципе, методов хватает для работы в этом направлении. Вот. Дальше. На мой взгляд, следующий важный момент касается того, что вы говорите о том, что вы придерживались диеты. Вот. И это, в свою очередь, свидетельствует о наличии у вас возможного заболевания. Какого? Потому, что бабушка ушла в июле этого года, а диеты вы придерживались два года. то есть при любом раскладе какая-то проблематика у вас началась раньше. И, соответственно, по моему мнению этот момент тоже достоин того, чтобы о нем как следует подумать и, может быть, как следует его разобрать, потому, потому что он, этот момент очень важен именно для понимания того, что с вами происходит. именно для понимания того, как вы сейчас себя чувствуете. Я не очень, конечно, представляю себе медицинскую, клиническую историю вашей болезни, потому что информации мало. Но апатия ваша может быть связана с тем отчасти, что эмоции, которые у вас есть, не находят выхода. То есть вы им, грубо говоря, сами запретили выражаться своим эмоциям. И по этой причине вы сейчас переживаете апатию. А апатия это что? Такое по факту. Это вынужденное подавление себя. подавление своих чувств, своих каких-то желаний, своих потребностей, своих эмоций, да, и так далее. вот. И здесь, конечно, тоже необходимо определить, с кем вы будете, ну, кем вы находитесь, с кем вы взаимодействуете, как вы взаимодействуете. Почему, например, ваш муж, замечая у вас перемены, не пытается вам помочь. А если пытается помочь, то как он это делает? Это вот такие довольно важные моменты, на которые, на мой взгляд, обязательно нужно, ну, найти ответ, потому что без этого будет сложно и вам, и, в общем-то, мужу будет тяжело тоже, и так далее. Вот. А может быть, у вас затаилась обида на мужа за то, что он не воспринял потерю бабушки вашей, так же, как вы. Может быть, у вас все-таки есть чувство вины перед бабушкой, его нужно отпустить. Ну, это классическая история, когда человек считает, да, что с тем, кто ушел, можно было общаться больше, что с тем, кто ушел, можно было взаимодействовать более активно и так далее. На самом деле, это иллюзия, это не так в действительности, потому что вы не можете общаться с человеком так, как будто он уйдет очень скоро. Вы, напротив, можете и общаетесь с людьми так, как будто у вас еще в запасе достаточно много времени и это нормально. Это нормально. Для общения это нормально. Ну и в зависимости от того, насколько вы были близки с бабушкой, насколько вы близки с ней, я рекомендую подумать о том, чего бы она хотела бы для вас, вот бабушка, что ей хотелось быть для вас, чего бы она хотела для вас, какой жизни она хотела быть для вас и так далее. на мой взгляд это ну такой тоже весна-весна важный момент, если мы говорим опять же про возможные причины такого состояния. И исходя из этого, исходя из всего того, что я сказал, на мой взгляд, можно будет выделить следующий важный момент. Первый момент это то, что вам в любом случае необходимо обратиться к врачу, вот, потому потому что тяжело, тяжело, ну, будет вам решить свою проблему без без врача, без помощи и именно профессиональной. И второе, это все-таки психологическая поддержка, терапия, если вы действительно хотите помощи, профессиональной помощи, если вы действительно хотите, вот, то это вот нужно делать именно так в личной терапии, только личной терапии. Здесь я со своими коллегами в общем и целом согласен. На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Благодарю!